Лукавый схитрил. Раньше как было? Христиане верили в Бога, а Лукавый убеждал, что Бога нет, и поэтому вера в Бога уже не нужна, и верующие не нужны. Их уничтожали всеми возможными средствами. Травили, убивали, в тюрьмах гноили, Библии жгли, хлеба не давали, работы не давали, думали, что вымрут, но они не вымерли. Напротив, такая крепкая порода получилась, что верующие в Бога могут жить и размножаться даже в тюрьмах, даже если их лишить образования и работы. И вот тогда Лукавый пошел на хитрость. Он объявил, что была допущена ошибка, неправильно преследовали людей за веру в Бога. Отныне Бог есть, главный последователь веры сам Лукавый, и все, кто думает, что он не верующий, будут преследоваться по закону. Лукавый взял в свои руки все нити управления верой, распределил высокие посты между своими, открыл для них амбары с деньгами, государственные награды отдал в их распоряжения, убедил всю страну, что это благодать неба так распорядилась. Мол, за прошлые страдания теперь именно Русь получает все привилегии, определяет, что хорошо и что плохо. Настоящие верующие попробовали отстаивать правду, проповедовать слово, хранить чистоту в браке, избегать грехов, блуда, пьянства, насилия и прочего непотребства. Но новая религиозная власть пригрозила им лишением лицензии и, угрожая лишить их права молиться, заставила замолчать. Оказывается, все, что раньше считалось грехом, теперь по учению Лукавого является даром неба и признаком благословения. Самые умные и популярные проповедники, их артистами называют, денно и нощно показывают красоты новой свободной веры, которую Лукавый учредил повсеместно, как обязательную. И пьянство не грех, и блуд не грех, и воровство не грех, и убийство не грех. А если чужих кого, так это даже подвиг. За это главный поп теперь награды дает. А уж ненависть, гордость, клевета, ложь, подлость всякого рода, подкуп и разврат стали высшими добродетелями. Теперь стало преступлением неверия в Лукавого. Он, правда, называет себя Богом, и в стране больше нет неверующих. Поэтому и проповедовать Евангелие некому. А тут бац, письмо. Апостол передал через верных. Читаю. «Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о нем и в нем научились, так как истина в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Поэтому, отвергнув ложь, говорите истину каждой ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте место дьяволу. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделить нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе, для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой, да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Опаньки! Оказывается, нужно облечься в нового человека, и в праведность, и в святость. И надо, оказывается, прощать и любить. Выходит, что учение Иисуса Христа остается в силе, вот и святой апостол Петр подтверждает. Вы, прилагая к всему все старания, покажите в вере вашей добродетель, добродетель и рассудительность, в рассудительности воздержания, в воздержании терпения, в терпении благочестия, благочестия, благочестия и братолюбия, братолюбие и любовь. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Субтитры создавал DimaTorzok